Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Элина Зинатольевна и о картине дня. Большая потеря для Татарстана. Сегодня в Зеленодольском районе простились с Дмитрием Сафроновым, заместитель командира бригады морской пехоты, погиб в ходе специальной войны операции России по демилитаризации и деноцификации Украины. Полковника проводили в последний путь на его родине в селе Белобезводное. Каким родные и близкие запомнят профессионального защитника родины, расскажем далее. Но по гости села Белобезводное сегодня собрались несколько сотен человек. Это родные, близкие Дмитрия Сафронова и его односельчане. Выбрал для себя судьбу воина, военнослужащего и человек, который с честью пронес это всю свою жизнь. Память о нем будет в наших сердцах и мы сделаем все от нас заище для того, чтобы была обеспечена поддержка семье. Сафронов Дмитрий Павлович погиб смертью храбрых. Он с достоинством и честью выполнил свой воинский долг. Он был настоящим героем, настоящим командиром. Дмитрий Сафронов был профессиональным военным. В 1997 окончил Казанское высшее танковое командное училище. Прилижный ученик в школе, активный участник местных спортивных соревнований. Так отзываются о Дмитрии Сафронове в родном селе. Сослуживцы говорят, он был им как второй отец. Был добрый, было очень много у него друзей. Люди к нему тянулись. Никогда не давал обижать, он слабых. Кого-то обижать вообще никогда не давал. Хороший человек, патриот своей родиной. Брат и сын Дмитрия Сафронова пошли по его стопам, стали офицерами российской армии. Они сегодня пришли проводить героя в последний путь. Создал офицерскую династию. Он первый пошел в военное училище, за ним брат пошел, потом сын пошел. Вот трое из Сафроновых стали офицерами. Во время спецоперации России на Украине полковник Дмитрий Сафронов служил заместителем командира бригады морской пехоты. Ему было 44 года. У него остались жена и двое детей. Радик Вархулин, Дмитрий Аринин, Алмазья Динов, ТНВ, Зеленодульский район. Владимир Путин сегодня провел совещание с правительством страны. Обсуждали минимизацию последствий санкций и меры поддержки. Многодетные малоимущие семьи получат новое пособие. Строй индустрии выделят дополнительные 160 миллиардов рублей. Аграриям 25 миллиардов на льготное кредитование. Как доложили президенту, все социальные обязательства выполняются в полном объеме. Владимир Путин поручил обеспечить сбалансированность всех региональных бюджетов. Как заявил президент, права иностранных компаний, которые остаются в России, должны быть надежно защищены. С теми же, кто уходит из страны, нужно действовать решительно и вводить внешнее управление. Санкционное давление было всегда. Да, конечно, сейчас оно имеет комплексный характер и создает для нас определенные вопросы, проблемы, трудности. Но мы так же, как и преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям. И в конце концов, всё это приведёт к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета. Мы с вами хорошо знаем, что многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, согнув спину и подвосрестно принимая все решения своего суверена. Россия в таком состоянии, жалком состоянии и униженном состоянии существовать не может. Рано или поздно всё это должно было бы произойти. Произошло сейчас, и я уверен, что благодаря в том числе и членам правительства, нашим компаниям, как я уже говорил, ведущим, мы эти все трудности преодолеем. В Татарстане по поручению президента создают резервный фонд запасов муки. Это необходимо для бесперебойной работы хлебзаводов и пекарен региона. Как подчеркнули в Казанском Кремле, в республике финансово поддержат производителей, чтобы не допустить роста цен на социально значимые продукты. На это выделят 250 миллионов рублей. Напомним, сейчас мониторинг цены наличия товаров на прилавках проводят профильные комиссии. Сегодня они вновь побывали в распределительных центрах крупных торговых сетей. Здесь все как на автомагистрале. Движение техники между стеллажей не останавливается ни на минуту. Это распределительный центр одной из крупнейших федеральных сетей «Пятерочка». Десятки тысяч квадратных метров с овощами, фруктами, продуктами первой необходимости и непродовольственными товарами. Отсюда запасы черпают более 800 магазинов по всей республике. Это один из популярных продуктовых рынков набережных Челнов. Как видим, полки тоже ломятся от изобилия. По словам продавцов, ажиотаж пошел на спад. На сегодняшний день в продуктах питания дефицита нет. Поставщики завоз товара происходят ежедневно у нас. В наличии все есть. Сахар, мука, гречка. Ажиотажа нет. Цены поднялись, но в первую очередь поднимают поставщики. Арендаторы вынуждены поднять цены, так как не имеют права торговать себе в убыток. Пустых прилавков не заметили и покупатели. Ну, беру вот же, и соль беру. Есть нормально. Пока не заметила. В магазинах сахар, мука. Все прекрасно. Как отмечают в Ментельхозе, торговые сети заполняют полки по плану. У республики есть четкие механизмы по недопущению дефицита товаров. Только сахара запасено больше 11 тысяч тонн. Этого хватит до нового урожая сахарной свеклы, отмечают в ведомстве. По поручению президента республики в Татарстане создадут резерв по зерну и муке. Для себя резерв создаем. Этот двухмесячный резерв, этот переходящий двухмесячный резерв, оборотные деньги у нас будут для постоянного пополнения этих товаров. Чтобы мы понимали, что два месяца у нас будет все стабильно, все спокойно и ассортимент на торговых полках у нас будет иметься. До конца года мы должны видеть постоянно двухмесячную перспективу, что у нас все в порядке. По поручению Рустама Миниханова созданы две профильные комиссии. Под их контролем мониторинг цен и наличие товаров на прилавках. О нарушениях сообщать может каждый из нас. Для контроля запущена горячая линия на сайте УФАС. Сдерживать рост цен на продукты будут и за счет сельхозьярмарок. Они начнутся с 19 марта. Рамиль Галиулин, ТНВ, Набережные Челны, Казань. В современных санкционных реалиях необходимо, чтобы предприятия республики пользовались всеми мерами поддержки, принятыми правительством. Об этом сегодня говорили на заседании рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики Татарстана. Она создана по поручению Рустама Миниханова. Штаб курирует такие направления, как обеспечение населения товарами первой необходимости, поддержка предприятий, оказавшихся в зоне риска, а также общесистемные меры. Оперштабы созданы во всех районах республики. Сегодня все они были на связи в онлайн-режиме. Предметно рассмотрели вопросы импортозамещения, какие есть возможности выпуска на предприятиях аналогов иностранной продукции. В заседании приняли участие представители Министерства и ведомств ТАП «Нефтехиминвестхолдинга». Как отметили, одна из задач штаба привлечения бизнеса к участию в госпрограммах. Все меры поддержки в части малого и среднего бизнеса, которые сегодня в нашей республике, они реализуются. Мы докапитализировали карантинный фонд, мы докапитализировали фонд поддержки предпринимательства. И все те вопросы, которые сегодня возникают, мы оперативно на связи с нашим бизнесом, с нашими предприятиями решаем. Муниципалитетам в эти дни поставлена задача строго контролировать наличие товаров в магазинах, следить за ценами и поддерживать местных производителей. Сегодня наша съемочная группа отправилась в Алексеевск. Есть ли в магазинах ТАП «Потребсоюза» продукты первой необходимости? Вероника Ганудинова. Света, можно мне манку? Одну попуху. Манную крупу, хлеб, масло, ряженку из продуктов – только то, что нужно именно сегодня. Закупаться впрок нет необходимости, говорят жители села Левашово Алексеевского района. Екатерина Иванова работает в местном ФАПе, рассказывает, всеобщему ажиотажу они не поддались. Нам привозят каждую неделю свежий товар. Мы не озадачены тем, что нужно по два мешка брать песка, муки, соли. Нет, у нас все есть. И цены приемлемые. Прилавки заполнены и в магазине села Лебяжье. В топе продаж здесь, как и везде, продукты первой необходимости. Но как только что-то заканчивается, полки пополняются. Спрашивают многие, там сахар, песок, соль. Не берут они у нас мешками, берут по два, по три килограмма. В Алексеевском районе 37 таких магазинов ТАП «Потребсоюза». Полки в них пополняются ежедневно. 30% товаров в магазинах – это продукция собственного производства. В этом цехе Алексеевского потребительского общества производят колбасные изделия и полуфабрикаты. Это больше 20 наименований. Наши продукции расходятся как бы быстро. Сейчас повышение цен, но мы как бы не стараемся повышать. Здесь производят лимонад. Сотрудники шутят. Сладкий напиток – хорошая альтернатива Кока-Коле. Сейчас в день здесь разливают по 70 ящиков шипучки. Отсюда в магазины Алексеевского и соседних районов увозят на прилавки свежий хлеб. Ежедневно пекут по две тонны мучных изделий. На сегодняшний день на наших складах имеется порядка 30 тонн запасов муки. Это нам дает уверенность в том, что наше производство и в дальнейшем будет работать. Цены завышаться не будут. Муки только на этом складе хватит минимум на пару месяцев. В еженедельном, ежемесячном режиме создаем запас на товары такие группы, как сахарный песок, мука, соль, крупяные изделия. По тем старым ценам вывезли в магазины, чтобы не допустить ажиотажа. Сейчас стараются всю продукцию сразу отправлять в магазины. В ТАД Потребсоюзе говорят, если раньше поставщики сразу отдавали товары под реализацию, сейчас же просят предоплату. Также стали повышать цены на некоторые продукты. Сахарный песок мы продавали буквально неделю тому назад по 60 рублей в своих магазинах. А в сегодняшний день мы вынуждены его закупать по 7-6 рублей. И то еще в некоторых оптовых складах придерживают товар, не отпускают. Со стороны президента Республики Татарстан, правительства, принимаются определенные действия. Поэтому думаем и с сахарным песком у нас проблем не будет. В основном у нас поставщики, оптовые поставщики, которым будут заключены долгосрочные контракты. Ну, это Казань, Нижнекамск, Ульянск, Ижевск. У ТАД Потребсоюза 800 магазинов по республике. Также работает 121 автолавка, которая развозит все необходимые продукты почти в тысячу сел Татарстана. Вероника Гайнудинова, Ленархуз Ахметов, ТНВ, Алексеевский район. Дефицита лекарств в республике нет, но есть ажиотаж, как сегодня обстоит ситуация с наличием медицинских препаратов в аптеках, на складах и в больницах. Так только по линии ТАД-сех Медфарма запасов лекарств почти на 2 миллиарда рублей, в том числе и по жизненно важным препаратам для диабетиков. Предприятие заключило контракты более чем на 6 миллиардов рублей на поставку лекарств, медизделий и оказание медпомощи. Здесь у нас находятся медикаменты федеральной льготы, региональной льготы. А еще дорогостоящие препараты для лечения системы кровообращения и не только. Склады полные, работа кипит. Все поставщики поставляют по старым ценам, которые зарегистрированы Российской Федерацией. Наценка нашего склада тоже, она узаконена, можно так сказать, нашим тарифным комитетом. На изделия медицинского назначения, перевязочные средства, системы, шприцы, скорее всего, цена повысится. Но пока вот по тем аукционам, которые сыграны, пока поставщики привозят по старым ценам. Соотношение российских и зарубежных препаратов, которые поступают на ТАД-сех Медфарм, сейчас, как и год назад, 50 на 50. Многие иностранные лекарства давно производятся в России, в том числе и для диабетиков. За этой дверью находится не просто служебное помещение, самый настоящий холодильник. Температура здесь от плюс 2 до плюс 8 градусов. Именно здесь хранится инсулин. Как видим, склады полные. Здесь хранится сейчас несколько тысяч упаковок для федеральных и региональных льготников. Все препараты, инсулины, сахароснижающие в таблетированной форме, они на складе есть. И вот буквально на днях нами было получено подтверждение производителей, поставщиков, что на розничный склад мы закопим определенное количество инсулинов, чтобы сбить вот этот вот ажиотаж. То, что ситуация с инсулином под контролем, сегодня нам подтвердили и в Минздраве. Ряд зарубежных производителей, европейских, заявили о своем стремлении работать на фармацевтическом рынке Российской Федерации и о том, что не будут прекращены поставки инсулиновых препаратов в Россию. Но могу сказать о том, что на территории Российской Федерации на сегодняшний день работают три крупнейших производителя инсулинов, инсулиновых аналогов, которые могут обеспечить объемы всех потребностей Российской Федерации. На складах ТАКТЕХМЕТФАРМ сейчас достаточно лекарств и для розничной торговли в аптеках, и для обеспечения лечебных учреждений. В Седьмых горбольнице для пациентов есть все необходимое. Больница полностью обеспечена лекарственными препаратами, изделиями методозначения, реактивами, расходным материалом для бесперебойного оказания медицинской помощи. Мы разработали схему замены одного препарата другим в случае отсутствия. У тех препаратов, которые уже давно появились на фармацевтическом рынке, имеется большое количество так называемых дженериков. Это та же молекула, только разных производителей. И эти препараты производятся как на территории Российской Федерации, так и в других странах, в том числе, как вы сказали, азиатских, например, в той же Индии. Большая линейка препаратов именно там производится и поставляется на территорию Российской Федерации. Цены на все жизненно важные препараты в России регулируются на законодательном уровне. В ближайшее время будут разработаны новые федеральные нормативы с учетом роста курса валют. Юлия Гоголева, Эльшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Несмотря на огромное давление на Олимпиаде, за них болели на родине, а сегодня вручили всем героям государственной награды. Руссам Маниханов в Казанском Кремле чествовал спортсменов из Татарстана, представлявших страну на Олимпийских играх в Пекине. Сборная России заняла 9 место в медальном зачете и второе по общему количеству медалей. Рамиль Шайдулин о том, как призеры силой духа преодолевали не только соперников в спорте. Добрый день, уважаемые спортсмены, тренеры, приглашенные. Еще задолго до окончания игр Кремлевский зал уже был готов к чествованию спортсменов и тренеров, в которых не сомневались ни минуты. Благодаря им Россия вновь доказала всем, мало кто может составить ей конкуренцию. Несмотря на сложившуюся ситуацию с выступлением на играх в нейтральном статусе и давлением со стороны мирового сообщества, вы продемонстрировали высокое спортивное мастерство, целеустремленность в достижении целей, неизгибаемую веру в победу. В зале призеры Олимпиады. Среди них летающий лыжник Данил Садреев. Он второй в мире по прыжкам с трамплина. Помог стране выиграть первую медаль за долгих 54 года. Данил признается, выступать было нелегко. Если на малом трамплине претензий от судей не было, то на решающем большом пришлось прочувствовать давление со стороны. Претензии были даже к спортивной экипировке наших. Я не сделал плохих прыжков. Может быть чуть-чуть похуже, но это не были прыжки, чтобы быть на этой позиции. Сравните фотки, посмотрите видео, наши комбинезоны их, все сами поймете. Данил Садреев успел обсудить с президентом судьбу лениногорских трамплинов. Один из них в аварийном состоянии. Он сказал, что в этом году будем делать лениногорские трамплины. Я надеюсь, что они сделают, потому что ребята очень есть талантливые, они такие маловатые еще, но талантливые есть. И думаю, если сделают, будет все хорошо. Нелегко было и фигуристам Владимиру Морозову и Евгении Тарасовой. В итоге заслуженное серебро, а сегодня орден за заслуги перед республикой. В соцсетях очень много было сообщений, было сообщений сказаний тоже моих друзей. Все поддерживали, все переживали. Это подтверждает и их тренер. За время игр проникся любовью к республике. Мы всегда чувствовали поддержку. Самое главное, мы чувствовали поддержку кто-то родной земли, а кто-то просто Великой Республики Татарстан. Сегодня в зале и пара олимпийцы, которых не допустили к играм. Но, как заявил президент, отстранение не должно их сломить. Мы приложим все усилия, чтобы защитить вас и оказать необходимую помощь и поддержку. Мы так и готовились к этим соревнованиям, к пара олимпийским играм, что в 2018 году, что в 2022 году. Также и будем в дальнейшем готовиться к 26 году. В 26 году зимняя олимпиада должна состояться в Милане. Спортсмены готовы вновь отстаивать честь страны, а в Татарстане подготовят будущих олимпийских чемпионов. Рамиль Шайдульн, Андрей Миндубаев, ТНВ, Казань. ФАС перешла к новой методике ценообразования на российские товары. Учитываться будут не мировые цены, а ситуация на внутреннем рынке. Как это повлияет на рост цен, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Казани Рустам Мениханов встретился с послом Ирана в России. Обсудили вопросы взаимодействия в рамках исламского банкинга, индустрии халяли и образования. Важнейшей площадкой для развития сотрудничества является саммит России «Исламский мир» «Казань-саммит», который запланирован в республике с 19 по 21 мая. Президент Татарстана пригласил гостей из Ирана принять участие в праздновании тысячестолетия принятия ислама в Оужской Булгарии. Также Рустам Мениханов и Казем Джалали договорились создать совместную рабочую группу по развитию торгово-экономических связей между Татарстаном и Ираном. В нашей компании Татарстанские разные годы реализовывали проекты в республике Ирана. Это КАМАЗ, Татнеев, Казанский вертолётный завод. Нам следует искать новые формы и механизмы для кооперации. Лучше понимать партнеров из Ирана и вести бизнес нам помогает единая религия, а также исторические и культурные традиции. На этом пока всё. Ещё больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. До встречи. Сейчас правильно. Отдыхать у себя. Климат свой. Родная среда. Настоящий комфорт. Всё экологично. Все вопросы решат. При мне лично. Медицина, бассейн. Лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозим. Санаторий компании Татнефть. Курс на здоровье. Индюжина. Настоящее мясо индейки. Охлаждённая продукция. Полуфабрикаты. Вкуснейшие деликатесы. Покупайте в супермаркетах и фирменных магазинах Индюжина. Жидкие удобрения из Агри. С аминокислотами, макро- и микроэлементами помогут восстановить растения весной. Удобрения из Агри – залог отличного урожая. Вау! Невероятно вкусно! Удивительно выгодно! И только в сети магазинов находка. Лимонад Туруру на сахаре 39 рублей. Колбаса Краковская Буженинов – 139. Срок акции по 13 марта 2022 года. Подробности у продавцов. В студии Софии Егорова. Здравствуйте! Данил Мастер дарит подарки. Только до конца марта при заказе кухни – мойка из искусственного камня в подарок. А при заказе шкафа купе – комод. Вас ждут на Восстании 23. Телефон 2-167-166. Морозы прочно обосновались в наших краях и пока отступать не собираются. По данным сервиса Яндекс.Погода в Угульмея, Баблахе, Азнакаево прогнозируются осадки в течение всего дня. Будет морозно, особенно ночью, до минус 14. Холодно и без осадков в набережных Челнах, Нижнекамске и Элабуге. Днем будет ясно и до минус 10 градусов. В Агризе, Мделеевске и Актаныши, вероятность осадков небольшая. Температура пониженная. Ночью местами до минус 17. В Арске, Куб Мария Балтаси, холодно – минус 8. Однако солнце выйдет из-за облаков. Малооблачно, но возможны осадки. В Болгаре, Дрожженом и Буинске. Температура пониженная. До минус 8 градусов днем. В Альметьевске, чисто полимодыши, возможен снег. Минус 9-10 градусов днем. Поле повышенного атмосферного давления оказывает влияние на погоду в республике. И наблюдаются морозы. В субботу на пару градусов температура станет выше. Федеральная сеть медицинских центров «Докторост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Докторост». Даже при тяжелых формах артроза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Докторост». Были бы оба сустава целы. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет Сан-Чи. Благодаря свойству улучшать кровообращение, Сан-Чи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализуется он, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Улучшает самочувствие. Польза Сан-Чи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Продается в аптеках Фармленд. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт санчи.рф. В Казани малооблачно. Ожидается осадки в виде снега. Ночью похолодает до минус 16. Днем около 10 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Магнитное поле земли неустойчивое. На дорогах местами скользко. Будьте осторожны. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова